так еще раз произношу задачу уроки на риска на раскрепощение никакой цели по построению внятного изображения у нас нету делаем спонтанные мазки краской добиваясь абстрактности на поверхности делаем это смело большим количеством краски макаем в белила с какого цвета начнем выбирай да желтый хорошо берем желтый наноси ты первая хоть куда хорошо делаешь сочно все не растираешь чтобы мазки оставались сочными если тебе не хватило желтого пятна лучше взять еще белил и еще желтого и добавить то есть главное не растирать не втирать краску хорошо давай моем кисть от желтого хотя можно было сразу взять и красный давай белила какой дальше цвет берем синий контрастом накисть зацепи побольше да вот я вижу ты уже более смело делаешь это хорошо да какое-то движение сделай пошире вот так хорошо чтобы они все были не мелкие а разные мазки стоп вот очень красиво получилось и не нужно здесь больше возить кисточкой хорошо получилось да есть там еще чистый пигмент куда-то синего прям положить как в контраст и желтым осталось что-то на кисти где-то еще сделай мазок моем кисть или залезем в коричневый давай чтобы у нас у коричневых мазков появились какие-то тоже вкрапления пошире пожалуйста какой-то мазок здорово хорошо оставь даже вот это здорово получилось интересно что моем кисть или лезем в краску под оранжевый помоем вот с одной стороны я готовился к этому уроку понимаю что мы делаем зачем мы это делаем но походу ты видишь я тебя спрашиваю какой цвет возьмем дальше то есть мы импровизируем даже по ходу урока прямо возьми много краски вот так смотри как то вот так раз зацепили да хорошо вот еще еще вот хорошо марш смелее можно свободными себя там оказался кстати если смешивается синий и оранжевый грязь получается ну тут ничего страшного вот у меня тоже где-то будут эти совмещения но по большому счету не нужно эти цвета ну и остался у нас зеленый не знаю к чему он здесь но помоем кисти и воспользуемся зеленым раз уж он есть следующем уроке в третьей части нашего сегодняшнего занятия мы будем делать чуть более строгие формы для тебя к этому готовлю поэтому сейчас завершим это занятия но ничего зеленый вошел в эту среду хорошо хорошо да правильно что ты вот эти спецэффекты создаешь хорошо откладываем кисть в сторону берем мастихин если тебе какой-то участок нравится не обязательно его задавливать мастихином оставляй здесь я даю тебе свободу поработать самостоятельно единственное что не делая вот такие движения когда кончик ну больше мастихин прикладывает да ну давай не будем даже друг на друга смотреть а по окончанию упражнения посмотрим какие работы у нас получились на самом деле даже эта работа может уже считаться неким декоративным таким дизайнерским решением мы не будем обманывать зрителя не будем говорить что это какой-то философский трактат в нашей работе а просто декоративная работа которую можно вставить в раму и повесить на стену там вот ну сочетанием вот этого оранжевого желтого наверное в какую-то детскую комнату можно как цветовое пятно сочетание с подушками со шторами ну лучший эффект конечно будет смотреться на более масштабной работе тогда вот эта фактура мазков она вообще как дизайнерское решение если что-то осталось на палитре нужное можно взять вот так с палитры краску и еще дополнить свою композицию ну все тебе больше не нужно возить потому что будет превращаться в грязь у нас есть очаги чистого цвета ну такое вкраплениями но более-менее чистого цвета если сейчас сюда вплавлять зелень синий то начнется уже пачкание хотя вот сюда хочется в эту сторону положить оранжевое пятно все откладываем в сторону инструменты и готовимся к третьей части и и и и и и и и и